Здравствуйте, друзья! Хочу поговорить о трех самых громких событиях сегодня. Их очень важно разобрать. И начнем сразу же с первого. Кэти Вуд и Арк Инвест продают. Несколько дней назад они продали более 700 тысяч акций Grayscale Bitcoin, а сегодня продали еще 163 722 акции. И, как видно по графику, это смущает многих людей сейчас. Ведь еще 16 сентября этого года Кэти Вуд прогнозировала цену биткоина в 1,5 миллиона долларов. И вот на дворе 27 ноября прошел месяц, и она занимается продажами GPTC. Наш бычий сценарий для биткоина 1,5 миллиона долларов. Базовый сценарий 625 тысяч долларов. Есть причина, почему наша уверенность в бычьем сценарии растет. Она заключается в банковском кризисе в марте этого года. Что тогда случилось? Биткоин вырос с 19 до 30 тысяч долларов. Почему? Потому что это был побег в безопасность. Биткоин это страховка, которую в конце концов все захотят. Ну а теперь они продают GBDC. Если что, это акция биткоин-траста Grayscale, которая на самом деле показала гораздо большую доходность, чем сам биткоин. Инвестору Grayscale необходимо купить 1115 акций GBTC, чтобы инвестировать в целый биткоин. Как мы видим, одна акция GBTC равняется 000089661 биткоина. Учитывая то, что одна акция GBTC выросла с 8 долларов до 32, GBTC показал 300% роста. В то же время биткоин за это же время вырос на 140%. Также мы знаем, что Кэти Вуд и Арк Инвест уже проворачивали нечто подобное. Например, с Теслой. Публично они заявляли о том, что они очень позитивно смотрят на будущие акции Тесла. Они такие быки. А затем они просто слили 170 тысяч акций Теслы. В чем заключается их мотивация для того, чтобы продавать сейчас? Я, конечно, не могу думать так же, как и они. И я не знаю их внутренней ситуации. Но вот мои мысли. Я думаю, что они, первое, фиксируют эти 300% прибыли на GBTC. А второе, у них же есть заявка на спотовый биткоин ETF. Самый крайний срок принятия которой назначен на 10 января 2024. Самый крайний. Это последний дедлайн. То есть 10 января комиссия по ценным бумагам должна будет принять окончательное решение. Конкретно по этой заявке от Арк Инвест. Мы уже очень скоро узнаем, одобрит ли комиссия первый спотовый ETF для биткоинов США. Почему это связано с продажами GBTC от Арк Инвест? Потому что они не могут обеспечить спотовый биткоин ETF акциями Grayscale Bitcoin Trust. Им нужен для этого настоящий биткоин. Так что им нужно его купить. И что-то мне говорит, что продажа GBTC для них является необходимым шагом. Это и фиксация прибыли в 300% и покупка биткоинов для обеспечения их спотового ETF. И кстати, я думаю, что они захотят купить его подешевле. Возможно, именно поэтому до 10 января этого года мы можем увидеть просадку. Судя по этому индикатору, некоторая группа инвесторов замедляет свои покупки, пребывая в некоторой неопределенности. Также мы видим, что трехлетнее активное предложение биткоина тоже падает. Все больше людей просто холдят биткоины. Видимо, они хорошо усвоили простую истину. Когда ты ощущаешь себя некомфортно и неопределенно, и хочешь срочно что-то сделать, купить, продать, стейкать, словом, суетиться. Стоит помнить простую истину. Для трейдера, инвестора, зачастую намного труднее ничего не делать, чем наоборот. Запасы стейблкоинов на рынке начали расти. Ты видишь, что с мая 2022 года они только сокращались. Иными словами, ликвидность уходила с рынка. Но посмотри на то, как здесь все зазеленело. За 90 дней запасы стейблкоинов выросли на 2,8%. Ликвидность продолжает расти, хотя и совсем небольшими темпами, особенно на фоне 2021 года. Но это лишь говорит о том, что рынок очень перспективный. И на самом деле в биткоине мы все еще ранее инвесторы. Тем не менее, на коротком таймфрейме виден этот разворот ликвидности на рынке. Вот он. И если эта ликвидность продолжит расти, то и рынок тоже. Ведь известно, что рост рынка обеспечивается топливом ликвидности. Еще один интересный график это доминирование USDT. Доминирование тезера, как мы видим, вот здесь снижается. Что это значит? То, что инвесторы стремятся переходить из тейблкоинов в биткоин или альткоины. И если вот эта поддержка вот здесь, которая обозначена горизонтальной белой линией, не удержится, если мы ее пробьем и она превратится затем в сопротивление, то, во-первых, доминирование USDT пойдет дальше вниз, а во-вторых, на рынке будет продолжаться рост. Поэтому это очень важный график сейчас. Ведь существует обратная корреляция между доминированием USDT и ценой биткоина. Если доминирование USDT падает, то биткоин растет. Если доминирование USDT растет, то цена биткоина, наоборот, падает. Так что этот месяц очень интересен. И если он закроется ниже этой поддержки и превратит его в сопротивление, то доминирование USDT продолжит сокращаться, а биткоин продолжит расти. Кстати говоря, это месячный график, так что закрытие свечей и подтверждение пробития и ретесты нужно смотреть по завершению месяца или месяцев. Все это, безусловно, хорошо. Но вот что должно вдохновлять еще больше. Биткоин – это валюта свободы. Интересные аналогии между советским рублем, долларом США тогда и долларом США и биткоином сегодня. Страна, в которой я родился, СССР, когда-то была одной из самых могущественных империй в мире. Ее больше не существует. Когда мои родители бежали в 1989 году, контроль за движением капитала позволил им обменять только 400 долларов советских рублей. Владение твердыми деньгами, на тот момент долларами, было незаконным. Если вы читаете это сегодня, значит это произошло при вашей жизни или же при жизни ваших родителей. Сегодня доллар превращается в советский рубль, а биткоин – это доллар. Просто накопите немного биткоинов и создайте свой запас свободных денег. Очень интересный комментарий, который раскрывает суть происходящих событий сегодня. Теперь поговорим про TerraUSTC, TerraLuna Classic, обычную TerraLuna и, наконец, Anker Protocol. Все они сегодня очень сильно выросли. Почему? Да, Binance и Bybit анонсировали запуск фьючерсов на USDC сегодня, что тоже привело к росту этих монет, но самая главная причина заключается не в этом. Возможно, ты помнишь, что основным протоколом в сети TerraLuna был Anker Protocol, который был создан для повышения спроса на стейблкоина Terra, TerraUSTC. И вот в 2023 году стало известно, что Anker Protocol разрабатывает новую валютную систему платежей, обеспеченную биткоином. Она называется Mint Cash. Второе неофициальное название – USD 2.0. Команда Anker описывает этот проект как духовного преемника TerraUSTC, неудавшегося стейблкоина, который в свое время стремился стать крупнейшей децентрализованной валютой всех народов. Mint Cash стремится восстановить то, чем должна была стать Terra. И далее самое интересное. В рамках программы компенсации разрушительных убытков из-за коллапса стейблкоина TerraUSTC команда Mint Cash планирует провести раздачу. Некоторые держатели USDC смогут обменять 1 USDC на 1 Mint Cash, который будет стейблкоином и будет стоить 1 доллар. Иными словами, Mint Cash пообещал раздачу 1 Mint за 1 USDC – 2 цента на момент анонса. Кто может получить эту раздачу? Первое – те, кто держал этот стейблкоин до катастрофы 10 мая 2022 года. Или же те, кто приобрел и заблокировал USDC на специальном адресе сжигания от Mint Cash. Будет интересно понаблюдать, куда нас приведет эксперимент от команды Anker Protocol. Удастся ли восстановить проект стейблкоина TerraUSTC? Несмотря на обеспечение биткоином и переделанные механизмы нового стейблкоина, я бы отнесся к этому с осторожностью, учитывая, что проект уже проваливался в прошлом. Многие теперь верят, что USDC совершит так называемый репек. То есть вернется к 1 доллару, как и положенную стейблкоину. Но дерзкое предположение – можно и рискнуть, и вложить в него сотню-другую долларов, которые не жалко потерять. Но зато потенциальная прибыль может быть огромной. Мне кажется, что, учитывая риски, это будет хорошая сделка. Потерять всего лишь 100 долларов ради возможности заработать сколько здесь иксов. И последняя тема на сегодня. Это криптовалюта Tron, Justin Sun, биржа Huobi, Израиль и террористы. Все как обычно, все как регуляторы любят. Израильские службы обнаружили масштабные кошельки Tron, которые связаны с финансированием вооруженных боевиков. 39 из 87 таких кошельков связаны с группировкой Хезбалла. 26 с палестинским исламским джихадом и 56 с Хамасом. Также Reuters написал о том, что глобальные международные террористические организации переходят с биткоина на Tron, потому что он дешевле, быстрее и так далее. Основной посыл статьи – если раньше биткоин был рассадником зла и грязи, то теперь это Tron. И на это уже обратили внимание Соединенные Штаты Америки. Похоже, что после Сэма Бэнкмана Фрида и Сизет следующим идет Джастин Сан и Tron. И, возможно, Джастин об этом знает. Несколько больше, чем мы. Так как с его площадками, например, с биржами Huobi, Poloniex, а также мостом Hicobridge, в этом месяце происходят постоянные проблемы. Их постоянно взламывают. Vailwire написал об этом целый пост. Очень интересное расследование о том, что же происходит на самом деле с прикрепленными треками транзакций. Вот что он написал. С двух платформ, принадлежащих Джастину Сану, только что таинственным образом было украдено еще более 100 миллионов долларов с биржей Huobi и Hicobridge. Джастин Сан снова заявляет, что это взлом. Точно так же, как он сделал на прошлой неделе, когда его биржа Poloniex была взломана. Тогда было украдено 125 миллионов долларов. На самом деле никаких взломов не было. Это всего лишь вывод средств инсайдерами Huobi с использованием бэкдоров, которые они создали много лет назад. Регуляторы явно ужесточают меры. Сначала это был Сэм Бэнкман Фрид из FTX, затем Сизет с Бинанса, а теперь это будет Джастин Сан с Хобби. Сан делает то, что делают все эти преступники, когда их время истекло. Они симулируют взлом и выходят из мошенничества, используя всеобщие клиентские деньги. У FTX было такое же оправдание, когда за несколько дней до банкротства их якобы взломали на 477 миллионов долларов. Такие же оправдания были и у печально известной биржи MTGOX в 2014 году. Что ж, мы предупреждены, а значит вооружены. Меня зовут Богатейший Дим, и мы с тобой увидимся совсем скоро в новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!